Сейчас же переходим к следующей теме. Тема еще одного соседа Украины, это Беларуси. Тема дальнейшая вообще судьба государства, которая нам не чужда, так точно. Есть информация о том, что исследователи из Центра новых идей, Леся Рудник и Геннадий Коршунов, подготовили так называемый индекс резилиентности. За этим сложным термином скрывается то, что как общество и государство могут быть готовыми к серьезным вызовам. Сейчас видите информацию из вот этой публикации. Обращаю ваше внимание на то, что исследования эксперты задумывали и реализовывали еще до начала полномасштабной агрессии Российской Федерации в Украине, то есть до 24 февраля. Которая геополитическая реальность, которой белорусское государство оказалось напрямую причастным, я напоминаю, к этой агрессии. Так как первые ракеты по городам украинским были нанесены, некоторые из них были выпущены именно с территории Беларуси. К сожалению, новая геополитическая реальность значительно изменяет ситуацию в Беларуси по сравнению с той, которая оценивалась в рамках настоящего проекта. Вместе с тем, основные выводы данного исследования остаются в принципе актуальными и сегодня. В каждой сфере в исследовании, далее мы также будем обговаривать вот это исследование, инфографика также, те, которые там есть, дана оценка там разная, от минус пяти до плюс пяти. Чем выше, тем более устойчивая система и наоборот. Однако, как мне кажется, понятно, к сожалению, в Беларуси Лукашенко плюсов образца начала 2022-го почти нет. Ну, фактически нет. Хуже всего обстоят дела с внутренней политикой, свободой медиа, лучше всего национальное самосоздание диаспоры. Сейчас с нами на связи уже Павел Латушка, политик, дипломат, руководитель Народного антикризисного управления, член Президиума Координационного Совета, экс-министр культуры. Павел Павлович, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Насколько, как вы считаете, вот подобные оценки, мы сейчас их видели на своих экранах, сейчас можем вновь, собственно, показать индекс полностью, из чего он состоит, социум, политика, информационное пространство и экономика, в режиме лайва, я думаю, можем постараться, показать вот этот индекс 2021. Как вы его оцениваете, насколько он близок к реальности, по вашему мнению? Ну, вы знаете, вы меня поставили в сложное положение, я не готов по ходу беседы, видя эти индексы, как комитет, потому что даже прочесть их не смог. Может быть, вы сконкретизируете вопрос, да? Да, хорошо, давайте тогда проходиться по конкретным сферам, если говорить о состоянии сфер в Беларуси. Худшая ситуация, наимолее худшая ситуация, если говорить о свободе медиа, в том числе, мы можем, да, показать эту инфографику, чтобы было нагляднее для наших зрителей, в том числе. В политической ситуации, вот сейчас мы видим, да, в политике, например, коэффициент этого индекса минус 2,75, то есть ситуация хуже, чем могла бы быть. Левее социум по сфере, там, не такой большой, не такой, на самом деле, более-менее средний индекс. В экономике индекс еще ниже минус 1,44, информационном пространстве 2,46. Почти все сферы жизни в Беларуси находятся в критическом состоянии, если подводить вот такой вот, ну, короткий итог, да, вот подобной информации. В критическом состоянии из-за Лукашенко, ну, естественно, еще раз напоминает информация до начала войны, да, почему же тогда мало обращалось внимания? Александр Григорьевич очень любит в своих интервью, в выступлениях, да, говорить о том, какой он батька, как он чуть ли не лично следит за каждой из этих сфер, социальная сфера, политическая сфера, экономическая. Что же случилось тогда? Такой простой риторический вопрос. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, наверное, только украинские журналисты остались, те, кто называют его батькой. Никто в Беларуси, даже из тех, кто в незначительном проценте поддерживает его, таковым уже больше не называют. Поэтому для нас он никогда не являлся батьком, таковым и не будет. Это даже не отчим, это что-то такое ужасное и народное, которое появилось на нашей земле. Если мы говорим про оценку вот этого анализа, который вы приводите, ну, конечно, то, что произошло с августа 2020 года, когда фактически за последний особенно год была ликвидирована вся гражданская сфера в Беларуси, гражданское общество, по различным оценкам от 300 до 600 неправительственных организаций было ликвидировано на протяжении года. Вчера, кстати, министр юстиции, будучи на докладе у Зурпатора, сказал, что 116 неправительственных организаций было ликвидировано. Следующее, то, что в Беларуси уже не существует независимой прессы, выходит, скорее, в интернет-формате только одна старая газета «Народная воля». Удивительно еще, как она сохраняет такую возможность, но независимых СМИ нет. Нет, они все работают из-за границы, вынуждены, все или сидят в тюрьмах, или релацировались за границу. Когда у нас нет политических партий, формально их несколько осталось, но они не проводят никакой активной повестки, потому что любая активная повестка влечет за собой аресты, задержания и уголовные приговоры. Это годы тюрьмы, то есть это не даже просто сутки пребывания под следствием. Что касательно экономики, мы сейчас видим, что экономическая ситуация ухудшается, ухудшается значительно. Только буквально сегодня Лукашенко провел совещание с первым заместителем премьер-министра Снабковым, которого я хорошо знаю как бывший министр, мы вместе были в правительстве министр экономики, зам главы администрации по экономическим вопросам, глава Национального банка присутствовал, Калаур. Ну и какой главный вывод, очень интересный. Снабков, первый зам руководителя правительства, говорит, мы не будем публиковать прогнозы инфляции в экономике Беларуси. То есть они скрывают данные. И до этого, я хочу сказать, будучи членом правительства, данные по росту, например, ВВП подгонялись под нужный процент для Лукашенко. А сейчас просто не в состоянии подгонять, они решили засекретить очень многие данные развития экономики. Реальность ситуации экономически ухудшается. С начала года падения ВВП 0,4%, за март 3,3%. Но вместе с тем нужно понимать, что из-за вот этой попытки Лукашенко наладить какие-то мосты экономические с Россией, он будет пытаться вырваться из ситуации. И здесь я буду очень жестко критиковать европейцев, Соединенные Штаты Америки. Они привели к ситуации, когда не несколько ракет, а просто десятки, если не сотни ракет с территории Беларуси летели в Украину, стартовали самолеты-вертолеты, когда он стал единственным союзником Путина. И сам признался, что если бы ему не удалось захватить власть в 2020 году, то, может быть, спецоперации так называемой российской не было. Так вот, как раз-таки слабые санкции действия европейского сообщества американцев, начиная с 2020 года, массовых протестов, репрессий, убийств белорусов на улицах, привели к тому, что Лукашенко до сих пор существует там, где он существует. Если сейчас не предпринять принципиальные действия, мы получим, что Лукашенко просто сохранится у власти. Но всегда Украина, все соседи Европейского союза, я уже не говорю про белорусское общество, будут чувствовать угрозу. Угрозу независимости, региональной безопасности. А белорусское общество просто будет находиться под массовым гнетом репрессий. Возвращаясь к информации экспертов, 39-ти, которые собирали картинку того, что происходит в Беларуси, складывается впечатление, что внутренняя политика, если рассматривать его детальнее и конкретнее, она находится в состоянии, ну, наладом дышит, скажу вот так. Она находится в состоянии глубочайшего кризиса. И тогда, ну, у меня логичный вопрос возникает, на чем тогда держится правительство, вообще правление Лукашенко? На страхе? Если Путин держит там своих приближенных, а, страх, б, коррупция, его олигархи с ним, исключительно потому, что Путин позволил им заработать, ну, и много еще настройки правоохранительной, так называемой системы, по факту новая КГБ, как-то ФСБ, и многое-многое другое, то на чем держится система управления страной, так можно назвать этот процесс управлением, от Александра Лукашенко? Ну, она держится на нескольких факторах. Вообще, оценивая работу правительства сегодня и администрации Лукашенко, опять же, не понаслышке зная большинство из нынешних, ближайших, приближенных к Лукашенко, я хочу сказать, что интеллектуальный потенциал правительства и руководство администрации Лукашенко не позволит найти выхода из той экономической, социально-политической ситуации, которая сложилась сегодня в Беларуси. Там нет просто качественных, серьезных профессионалов, управленцев, которые способны предложить, и самое интересное, что они не предлагают никаких реформ, ни в экономической, ни в социальной сфере, ни с точки зрения хоть какого-то развития. Единственная надежда – это на инертность белорусского общества, которая определенная часть, не поддерживающая активную политическую повестку, привержена. Вторая часть, вы правильно сказали, то, что Лукашенко сщил контрреволюцию, назовем мы так уже по учебникам политологии, начиная с августа 2020 года, закатав в асфальт все политические процессы и активность белорусов. Ведь никуда не делось мнение белорусов. Белорусы ненавидят Лукашенко большинство своей массе, но они боятся выходить, в связи с тем, что огромные репрессии. Ведь буквально вчера опубликованы данные – 1145 политических заключенных. Только за последних 22 дня 25 человек было задержано и арестовано. Сегодня 4 новых политических приговора, новых 11 политических заключенных. То есть вы можете себе представить масштаб репрессии. Он ежедневный, ежеминутный, ежесекундный. Люди думают сегодня, как выжить, как не попасть в тюрьму. И, к сожалению, очень многие покидают Беларусь. Поэтому страх, инертность в определенной части неактивной политической. Ну а еще фактор – это надежда, как всегда, на то, что Россия спасет, что подкинет деньжат, который Лукашенко проест и как-то выживет из этой ситуации. Поэтому, еще раз, если кто-то хочет совершить стратегическую ошибку, он ее сегодня, в эту минуту, сейчас совершает. Когда в отношении режима Лукашенко не применяются аналогичные санкции, как в отношении России. Когда вообще невозможно определиться со статусом Лукашенко. ОБСЕ говорит, режим Лукашенко не участник войны в Украине. Так агрессор. Хорошо, американская спецпредставительность сегодня США говорит, он агрессор. И мне это говорят западные министры иностранных дел, замминистры. И что за этим следует? Какова ответственность? Мы оккупированная Российской Федерацией территория или не оккупированная территория? То есть не даются ответы на ключевые вопросы, а самое главное, что за ними не следует конкретные действия, для того, чтобы прекратить существование Лукашенко в Беларуси. Ну, складывается у меня впечатление такое, Павел Павлович, что это, по сути дела, колосс на глиняных ногах. Вот из того, что вы говорите, экономика, если ее можно так назвать экономикой, политика в кризисном состоянии, информационной составляющей попросту ее нет. Есть вот этот человек, который в определенном образом пытается провоцировать международные СМИ и так далее, местный пропагандист Александр Лукашенко, мне не хочется называть его фамилию в нашем эфире, который постоянно рассказывает о том, куда нужно направлять ракеты, и многое-многое другое. То есть вот эта составляющая, но это же не то, на чем может строиться государство будущего, хотя, если говорить о Беларуси, к сожалению для меня огромному, потому что, по моему скромному мнению, белорусы как раз это тот наш братский народ, с которым Украине нужно объединяться, ну, в отличие от Российской Федерации. Естественно, это колосс на глиняных ногах, и эти глиняные ноги могут сломаться, могут уничтожиться от дуновения ветра, минимального. Ну, вы знаете, вот для того, чтобы... Я очень поддерживаю политику Офиса Президента, когда вы создали сейчас группу экспертов для лоббирования экономических санкций в отношении России. И там заводится тема Беларуси. Я бы хотел, конечно, чтобы она больше присутствовала. Почему? Вот вы говорите, колосс на глиняных ногах. А когда это произошло? Ведь в прошлом году рост экспорта Беларуси в Европейский Союз составил, по данным даже Европейского Союза, 153% при понимании того, что уже в прошлом году начали разворачиваться санкции за захват самолета Райнер, помните эту историю, за миграционный кризис, за гибридную войну, которую организовал Лукашенко, а экспорт как рост, так и рост в Европейский Союз. Ну, и фактически рост экспорта, пусть минимальный, там, до 1%, и за первые 3 месяца этого года. Вопрос, насколько эффективны эти инструменты. Поэтому, да, он как бы находится в таком состоянии, не стоит твердо на ногах, но не наступила та критическая точка, когда действительно ситуация, ну, кардинально поменяется. Поэтому нужно усиливать давление. Я вообще считаю, что самый короткий путь к Путину лежит через Лукашенко. И вот эта стратегическая ошибка, которую, опять же, или оценку, которую не видят наши западноевропейские партнеры. Решить проблему Лукашенко в Беларуси можно гораздо быстрее, потому что в белорусском обществе ненависть к Лукашенко гораздо больше, чем в России в отношении Путина. В белорусском обществе большинство против войны в Украине, а в России совсем по-другому. И белорусы помнят 20-й год. И белорусы, несмотря даже на эти репрессии, полторы тысячи человек задержанных, арестованных с начала войны за активную протестную деятельность. Когда у нас партизаны, вы же знаете, на железной дороге действовали, когда по ним стреляли с автоматов, но они все равно выходят и выходили. И их гораздо больше. Желающих гораздо больше. Поэтому вот эта стратегическая ошибка, самый короткий путь к Путину через Лукашенко. А есть информация у нас. Белорусские журналисты утверждают, что с территории страны российские войска вывели 85% военной техники, которые зафиксировали на момент отступления войск Российской Федерации из окрестностей Киева. Можем сейчас услышать детальнее эту информацию. На белорусских аэродромах почти не осталось самолетов и вертолетов вооруженных сил Российской Федерации. Существует вероятность, что могли остаться единичные штурмовики, бомбардировщики и беспилотники. Проверить эту информацию пока трудно из-за непрозрачной отчетности Министерства обороны Республики Беларусь. Поэтому о полном выводе войск пока рано заявлять. Кроме того, неизвестно, сколько военных осталось для укрепления границы вместе с войсками Республики Беларусь. Складывается впечатление, если посудить по заявлениям ваших коллег-оппозиционеров, ваших в том числе, сейчас и вы об этом сегодня сказали, мы не пришли еще к общему решению, к общему пониманию. Окупирована Беларусь, не оккупирована, аннексирована, не аннексирована. Произошел аншлюз Беларуси и Российской Федерации или не произошел. Что сейчас происходит в РФ, что сейчас происходит в Беларуси, исходя из ситуации в военном плане, исходя из того, сколько там войск находится Российской Федерации? Да, действительно, это народная разведка, это такой есть телеграм-канал «Белорусский Гаюн», который дает в реальном времени информацию о перемещении вооруженных сил. И он представил информацию, что по их оценкам, порядка 85% группировки российских войск выведены с территории Беларуси после того, как были начаты эти прискорбные учения. Понятно, во что они превратились. Но вместе с тем отмечается дальнейшая активность стартов самолетов практически со всех аэродромов военных, которые находятся вдоль линии государственной границы с Украиной. Понятно, что патрулирование государственной границы усилено. С другой стороны, мы слышим риторику про московского генерала Вольфовича, это госсекретарь Совета Безопасности, который родился в России, закончил московскую Кремлевку, московское высшее командное военное училище имени Верховного Совета РСФСР, который прямо говорит, что нам угрожает Запад, Запад готовится к войне против Беларуси, и он предупреждает публично Запад, что мы нанесем удар, и пускай они будут готовы тоже к человеческим жертвам. А с другой стороны, министр иностранных дел, мой бывший шеф, так скажем, дает сигнал Западу, что мы хотим разговаривать. А с третьей стороны, важно, что говорит сам Лукашенко. А Лукашенко заявляет, что западные дипломаты не то, что нацисты, западные дипломаты хуже, чем фашисты. Но он говорит о том, чтобы немецкого посла и вообще здесь не видел, и рука его не дотрагивалась до места гибели Беларуса в ходе Второй мировой войны. Он заявил вчера, что нужно руководство законом, а не всякими пустыми словами типа свободы слова и других прав. А гражданское общество, два это словосочетание, нужно запретить на государственном уровне. Ну то есть вы понимаете, что риторика идет просто такая радуга, разнонаправленная. Но с одной стороны, мы должны четко дать оценку. Если бы режим Лукашенко не предоставил территорию, если бы он не обеспечил коридоры вхождения вооруженных сил России на территорию Украины, если бы не наносились сотни ракетных ударов по территории Украины, когда из-за этого погибают украинские дети, могли бы мы представить те последствия от этой войны, которые мы видим сейчас только со стороны России? Нет. Поэтому его ответственность, здесь не надо считать ракеты, здесь не надо считать тех проходов, которые он обеспечил на линии границы. Его ответственность аналогично ответственности Путина. Если мы начнем считать по ракетам, к чему мы придем? Завтра любая другая страна предоставит территорию и будет ощущаться агрессия. Ну и как бы это же просто территория, просто мы как бы тут мимо проходили. Лукашенко это выгодно. Нельзя допустить, чтобы он использовал эту ситуацию. И это, я думаю, что в наших руках вместе с нашими украинскими друзьями. Вот возвращаясь к теме, наверное, противостояния белорусского народа вот этому вот псевдолидеру, самопровозглашенному президенту страны Лукашенко, вот хочется, чтобы мы провели сейчас параллель. Утром появилась информация, новость о том, что в России сжигают военкоматы. Пять военкоматов якобы подожгли в Российской Федерации Подмосковье, Мордовия, Воронеж, Свердловская, Ивановская область. У нас есть сейчас видео, можем показать, что самое важное вот в этом видео, то, что мы показываем, это верифицировано. То есть это не придумки, как скажут дальше в России там украинских пропагандистов и так далее, ни в коем случае, нет. Вот это видео того, как подожгли один из военкоматов. Очень интересно, мне кажется, очень хорошее видео. Ни в коем случае не призываем так делать в России. Ни в коем случае, но в принципе рассмотреть такой вариант можно. Окей, как могут действовать дальше белорусские партизаны? Что в силах белорусских партизан? В украинском сегменте соцсетей есть такие, знаете, шутки, что вот на самом деле белорусские партизаны могут показать Кузькину мать. И Лукашенко, и базирующаяся там российская армия. Что на самом деле, то, что мы только можем сказать, давайте так в эфире, не поддавая ценных идей, в том числе, и не давая сопернику возможности пойти на опережение. Но тем не менее. Ну, во-первых, что касательно военкоматов. В начале войны мы призывали всех военнообязанных в связи с угрозой мобилизации осуществлять несколько действий. Многие покинули территорию Белоруссии, например, в Грузию, вылетали самолеты, где были только мужчины, только парни. Очень много уехало из Западной Европы, чтобы не попасть в армию и не идти воевать против дружественной нам страны и дружественного народа. Мы предлагали сжигать военные билеты. И в сети появлялись фотографии, когда люди просто сжигали билеты на его восстановление. Нужно время, опять же, это есть возможность. Предлагали не получать повестки. То есть мы тоже проводили эту работу. Сейчас немножко здесь акцент пока не такой, может быть, яркий, чтобы сейчас начинали мобилизацию. Если мы говорим про партизан, вы абсолютно правы. Но мы буквально позавчера обсуждали эту тематику. Я не хотел бы здесь выдавать в эфир все алкогитмы. Иначе мы можем признать, что даже МВД Лукашенко заявило о 80 диверсиях, которые были совершены белорусскими партизанами различного характера. Это, согласитесь, немало. Я могу сказать, что при том, что визуализация... Павел Павлович, попрошу вас только коротко, у нас 30 секунд осталось буквально. Это фактически тысячи людей, которые готовы бороться. Киберпартизаны, это интернет-борьба. То есть здесь направление достаточно широкомасштабное. Павел Павлович, говорю им огромное спасибо и за вашу деятельность, и за вашу позицию поддержки Украины. Я напомню, что Павел Латушка, политик, дипломат, руководитель народного антикризисного управления, в основной связи живи Беларусь и живи Вершина, хочется добавить. Я напоминаю о ситуации, если говорить о Беларуси, вообще цены на продукты растут, бизнес просит, чтобы государство разрешило отправлять работников в неоплачиваемые отпуска или перевести их вообще всех на сокращенный рабочий график. Европейские рынки потеряны, а перспектива с китайским рынком она заморожена. Я думаю, по понятным причинам. В такой ситуации сейчас оказалась Беларусь именно благодаря Александру Лукашенко и содействию Лукашенко в полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Что может ждать Беларусь в ближайшее время, в ближайшие месяцы, годы, а то возможно и недели, какая там сложилась ситуация в политической сфере, в экономической сфере. В этом разбирались мои коллеги, давайте посмотрим материал. Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учене. С первого дня полномасштабного вторжения России на украинскую территорию Беларусь стала плацдармом для российских военных, атакующих Украину с севера. А спустя 3 дня в Беларуси прошел референдум, по итогам которого из Конституции удалили пункты о нейтралитете страны и ее намерении придерживаться безъядерного статуса и добавили поправки, расширяющие и усиливающие власть Лукашенко. Народ Беларуси сделал свой выбор. Выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Однако плюсов Беларусь образца начала 2022-го фактически не получила, так считают эксперты Центра новых идей Леся Рудник и Гнадий Коршунов. Они разработали комплексный подход к оценке политической, экономической и социальной сфер в Беларуси. Назвали это индексом резилиентности. Экспертизы проводили до начала войны, но полученные данные, по мнению автора, свою актуальность сейчас не потеряли. Что бы мы получили на довоенном этапе, то действительно уже в то время состояние страны как системы можно было бы охарактеризовать и следует охарактеризовать как кризисное. Вот если брать в качестве примера ту же самую экономическую сферу, она очень большая. Там понятно, что не все пока очень плохо, но и перспектив нет. В ближайшем будущем ситуация может только усугубляться, говорят эксперты. Новые санкции стран Запада в отношении Беларуси стали самым серьезными за всю ее историю. Я ни на минуту не начну доверять Лукашенко и белорусскому режиму. 8 апреля ЕС принял пятый пакет санкций, одним из пунктов которых стал запрет на передвижение белорусских и российских грузовиков по территории ЕС. Это сразу ударило по перевозчикам. Евросоюз отключил три белорусских банка от специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями. Прежде всего SWIFT. Закрыли доступ государственных компаний к фондовым биржам Евросоюза. Под санкции попали 17 человек и 11 компаний. Боюсь, сталкиваемся совсем не с краткосрочным кризисом. Мы как раз сталкиваемся с кризисом долгосрочным, основные эффекты которого мы увидим еще только впереди. По-настоящему белорусскую экономику начнет лихорадить через несколько месяцев, предсказывают эксперты. Прежде всего, следует готовиться к снижению курса рубля, росту инфляции, падению ВВП и реальных доходов до 16%, а также к существующим проблемам с занятостью. Ситуация резко ухудшается и дело не только в санкциях, дело, во-первых, в общей токсичности, которая окружает теперь Беларусь, к сожалению, так же, как и Россию, поскольку во внешнем мире Беларусь воспринимается как агрессор. И также это связано с тем, что происходит собственно в России, потому что Беларусь – это маленькая открытая экономика, она очень сильно зависит от своих внешних партнеров. По данным белорусского издания «Экономическая газета» экономика государства вошла в красную зону. Это касается и показателей ВВП и роста цен. Падение ускорилось на фоне окончательной потери европейского и украинского рынков сбытов, усиления санкций и валютных проблем. И в ближайшие месяцы экономический кризис, а вместе с ним и политический, будут только нарастать. Наталья Гусок, Владимир Штенгелов, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.